Лиля и ее мама Наташа готовились ко встрече со Святым Николаем, учили стихи и песни. Правда, сначала немного растерялись, увидев высокого седобородого старика. Но уже через несколько минут общения вместе спели гостю на английском. Борис, tulad, 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 tulad. Какое чудо! Спасибо тебе большое! После Лиля, конечно, получила от святого заслуженный подарок и даже вместе с мамой написала ему настоящее письмо. Когда Наталья узнала, что можно познакомить дочку со Святым Николаем, решила, что сделать это нужно. Я считаю, что это очень хорошая традиция, вспоминать наши украинские традиции и поздравлять именно с Николаем. Потому что к Деду Морозу как-то дети привыкли, а вот Николай – это такое более непривычно, более новое. Мне бы хотелось, чтобы она знала, кто такой Святой Николай, что он приходит деткам, когда приходит. Познакомиться со Святым Николаем и его помощницей посчастливилось не только Лили, но и всем воспитанникам школы-гимназии Мрия. Ведь именно здесь, 19 декабря, открылась его официальная резиденция. Природа нам подарила в этот прекрасный день, День Святого Николая, такой замечательный сюрприз, как для Одессы точно и для детей – это снег. Во-вторых, сегодня мы открываем все вместе череду новогодних праздников, таким совершенно потрясающим праздником Святого Николая. Конечно же, в первый раз у нас расположилась резиденция Святого Николая, и все желающие детки вместе со своими родителями могут прийти, пообщаться. Ну и, конечно же, загадать желания. А еще разобраться, какие хорошие дела нужно делать, чтобы получить подарки, увидеть необычные фокусы, потанцевать, повеселиться и услышать от самого Святого Николая рассказы о том, кто он такой. И упали матросы с мольбой, помоги нам, угодник святой. Николай погрузился в мольбу. Стихла буря, жестокая битва, стало ясно и тихо опять. Голубая бескрайняя платья. Гость пообещал пробыть в школе-гимназии Мире целых три дня, а на прощание попросил всех родителей рассказывать о себе детям. В первую очередь надо рассказывать о Николае, кто он и какие чудеса он творил на земле. Это очень хорошая, конечно, традиция, потому что мало кто знает об этом, даже взрослых. Какие чудеса, а ведь немало чудес он делал. И чтобы, зная эти истории, кто-то, может быть, и задумывался, и тоже делал добрые дела. Помогал бедным, например, путникам в дороге, может, кто-то и сдержался, знаете. Все бывает в жизни. И обязательно, если кто-то просит помощи у тебя, обязательно помогать и не отворачиваться. Ну, а я в этот день от лица всех своих коллег, взрослых, которые тоже сегодня получали подарки, потому что в душе каждого живет ребенок, хочу пожелать всем ребятам Одессы, всем ребятам мира того, чтобы все были здоровы обязательно. Ну и, конечно же, исполнение желаний. Из Одесской резиденции Святого Николая с пожеланиями добра, любви и веры в чудо. Наталья Костенко, Дмитрий Бондаренко, 7 канал. Субтитры создавал DimaTorzok